Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Михаил Михайлович, вы с нами уже? Михаил Михайлович, приветствую. Да, здравствуйте, здравствуйте. Если можно, мы понимаем, что у вас больше информации, больше инсайдов. Может быть, есть что-то, что можно сейчас уже озвучить о результатах Рамштайна? Порадуйте новостями. Знаем, что будут снаряды. Давайте дождемся результатов. Реально важно, что я бы выделил три тренда, которые сегодня не только касательно оборонной инициативы, но имеется в виду оборонного заседания Рамштайна, но и в целом, которые мы видим. Первое, это прекрасно понимают наши партнеры, партнеры по Украинской коалиции, что нужны действительно высокотехнологичные решения для того, чтобы скомпенсировать количество, которое на сегодняшний день имеет Российская Федерация, в том числе то количество, которое компенсирует Россия за счет сотрудничества Северной Кореи и Ираном. То есть, грубо говоря, они сегодня имеют 10 снарядов, у нас параллельно с этим, ну или в ответ на это, 2-3 снаряда. И, соответственно, для того, чтобы все-таки прийти к какому-то паритету, необходимо, опять же, еще раз подчеркиваю, технологические решения. Какие? Это дальнебойные ракеты, это дроны, которые частично могут компенсировать, собственно, артиллерию, это, собственно, сама артиллерия, это дополнительное производство стволов, то есть это инвестиции. И это как раз-таки пункт второй, тоже все прекрасно понимают, опять же, партнеры прекрасно понимают, что нужно инвестировать, еще раз инвестировать, то есть создавать фонды, фонды, которые будут одновременно и заниматься наращиванием производства тех же снарядов, и в то же время пытаться найти где-то на рынке, где, возможно, это все еще купить, да, особенно тяжелые калибры. Это второе направление. И третье направление абсолютно конкретное, очень четко зафиксированное в Европе, не только в Европе, а, скажем так, шире в евроатлантическом сообществе, прекрасно понимает все риски, которые возникают, если Российская Федерация сохраняется в таком виде, как сегодня мы это видим, да, и, соответственно, количество воин, количество эскалации будет многократно умножено. Они это понимают, и понимают, что финансирование Украины сегодня это не желание, нежелание, да, а обязательство и потребности. Да, но все это происходит на фоне политических перипетий, происходящих в частности и в Соединенных Штатах Америки, что, конечно же, влияет на процесс принятия решения. А вот насколько это влияет на процесс принятия решения? Ну, знаете, демократия, конечно, несовершенная форма. Демократия предполагает все-таки свободную дискуссию, даже отложенную дискуссию, тяжелые споры, разное мнение, конфликтное мнение. Но лучше на сегодняшний день социальной формации, социально-политической формации, чем демократия, нет. Мы же видим, что такое авторитаризм, на примере Российской Федерации, что авторитаризм неизбежно всегда приводит к какого-либо типу эскалации. Не только Россия касается и других авторитарных стран. Безусловно, эти страны не инвестируют деньги в собственное развитие, в технологическое развитие, в повышение комфортности жизни на своих территориях. Эти страны всегда в поиске врага, всегда в поиске внутреннего или внешнего врага. Послабее авторитарные, ну, вернее, с начала авторитарные системы всегда находят врага на внутреннем рынке. А потом для того, чтобы монопольно управлять этим внутренним рынком, ну, которого не существует, может, у конкурентной политики не существует, они обязательно должны найти внешнего врага. Вот в данном случае Российская Федерация, страна, которая долгое время теоретически всем тут угрожает, да, но на самом деле она посчитала, что для нее Украина это хороший внешний враг, с которым можно будет легко разобраться. Сейчас, безусловно, очевидно, после двух лет полномасштабного вторжения, до этого десяти лет, собственно, войны как войны, первого этапа войны и так далее, очевидно, что Российская Федерация, конечно же, мягко говоря, просчиталась со своими возможностями, да, и это видят наши партнеры в том числе. И поэтому, знаете, им с одной стороны, конечно же, хорошо вести политическую дискуссию, потому что где-то на уровне подсознательном уже они абсолютно отчетливо понимают, что Российская Федерация не преодолеет, например, рубеж административных границ Донецкой области даже. Не то, что на Берлин, Париж или Варшаву идти, но и не преодолеет границу, еще раз подчеркиваю, административную границу Донецкой области. И поэтому, конечно же, исходя из этого, они это где-то понимают, конечно, можно более спокойно вести дискуссию с точки зрения тех рисков, которые сегодня есть у самой Украины. С другой стороны, опять же, вот эти все публикации, еще раз скажу, вот эти все публикации, которые в последнее время абсолютно объемно в медиа западных стран появляются, это о том, что через 3-5, ну, чуть меньше, чуть больше, в зависимости от того, кто там какие сценарии прописывает, будет непосредственное боестолкновение стран НАТО с Российской Федерацией. Конечно же, это вынуждает их к более быстрым решениям и более правильным решениям. То есть, знаете, в демократии вот идет борьба между концепциями, а давайте еще немножко подождем, еще немножко подискутируем, а с другой стороны, ну, все-таки, наверное, если мы сегодня будем инвестировать деньги в Украину, то это существенно будет снижать риски большого масштабного боестолкновения России со странами НАТО, и, соответственно, это будут совершенно другие деньги, совершенно другие масштабы, совершенно другие военные производства и так далее. Поэтому давайте к этому спокойно с пониманием относиться, ну, я имею в виду относительно спокойно, потому что мы-то находимся в войне, относиться спокойно к тем дискуссиям, которые у них политически идут, на мой взгляд, в любом случае и европейские страны, и Соединенные Штаты Америки, и другие страны, которые входят в проукраинское количество, в том числе и азиатские страны, в том числе, например, Южная Корея, Япония, они прекрасно понимают все риски и понимают, что важно сегодня еще раз подчеркнуть три составляющие. Важно, первое, сократить бюрократический процесс согласования тех или иных пакетов помощи Украине или, в принципе, самой помощи Украине. Второе, обязательно нужно финансировать программы военной помощи Украины в большем объеме, чем сегодня. И третье, это неизбежность, потому что, я имею в виду неизбежность, все вот это и первое, ускорение, и второе, финансирование в больших объемах, потому что иначе придется напрямую принимать участие в гораздо более масштабных боевых действиях, которые, несомненно, Россия будет тянуть не только на территорию Европы. Михаил Михайлович, насколько громко звучат голоса тех, кто призывает Украину договариваться, договариваться со страной-агрессором? Позиция Украины вполне ясна, абсолютно. Но есть те, кто настаивает на том, что хватит, завязывайте с войной, садитесь за стол переговоров, возможно, даже отказываетесь от территории. Ах, хорошо. Но мне кажется, что такая позиция, она несколько политически инфантилизированной выглядит, и мне кажется, что все для более и более большего круга людей, это очевидно. Да, они не готовы, наверное, говорить о том, что надо воевать жестко и максимально быстро, но, тем не менее, потребитель, потребитель западный, четко понимает, что на сегодняшний день концепции переговоров не существует. То есть те люди, которые глубоко в материале, давайте возьмем представителей политической элиты, те, которые действительно анализируют все, что происходит глубоко в материале, анализируют те процессы, в том числе политические и социальные процессы, которые в России проходят, ту риторику, которую Россия использует, и официально, и неофициально, они прекрасно понимают, что никаких переговорных опций не существует. То есть, понимаете, вы под словом переговоры, когда говорите, или, вернее, ссылаетесь на тех людей, которые еще иногда об этом говорят, на самом деле они говорят, проиграйте России. Ну, то есть вы два года воюете, вы воюете эффективно, вы воюете абсолютно феноменально с точки зрения тех ресурсов, которые есть у вас, и тех ресурсов, которые есть у России. Причем у России, еще раз подчеркиваю, ресурсы уже не только России, но и Северной Кореи, и Ирана, тоже тех же стран, которые вчера были под санкциями, которые все тоже в региональном смысле опасались. Вот сейчас три эти страны образовали такой террористический альянс и воюют против одной Украины. И, тем не менее, Украина воюет эффективно. И вот теперь кто-то выходит и говорит, смотрите, так давайте вы проиграете. Вот после двух лет войны, после того, как вы эффективно показываете, что можно защищать свою территорию, свой суверенитет, вы проиграете. Потому что, еще раз подчеркиваю, Российская Федерация никаких переговоров не предлагает и не будет предлагать. Российская Федерация предлагает только ультимативные требования Украине. Отдайте, но даже не про территорию ведь вопрос. Российская Федерация предлагает демократическому миру признать свое поражение и таким образом признать выигрыш России и сохранить Российскую Федерацию в том виде, в котором она существует. То есть, грубо говоря, Россия прямо говорит, смотрите, давайте так, вы нам позволяете не проиграть войну и после этого мы будем вас атаковать тоже. Причем атаковать разными методами, не только в виде прямого боестолкновения, о чем, собственно, сценарно, я только что сказал, уже прописывают медиа западные. Но мы вас будем атаковать максимально агрессивно, информационно, пропагандистски, террористически, будем провоцировать всякие там ультразвижения, чтобы они там штурмовали ваши улицы, улицы ваших городов и так далее и тому подобное. То есть Россия прямо говорит. Второе. Россия говорит, что давайте так, вы признаете, что вы проиграли, потому что мы в таком случае не будем юридически отвечать за массовые военные преступления и за совершенно точное разрушение международного права. Давайте мы не будем платить за те разрушения, те издержки не будем на себя брать, которые очевидны с точки зрения разрушения экономики Украины, территории Украины, ну и так далее и тому подобное. То есть Российская Федерация хочет зафиксировать для себя главное неизменность того типа политического руководства, которое сегодня у России есть. Ну и, соответственно, зафиксировать официально практически. Они прямо говорят, если мы не проигрываем войну в Украине, мы будем доминировать в Европе и мы будем продолжать свою политику глобальной экспансии. Будем поддерживать экспансионистские устремления других авторитарных стран или режимов типа Хамаса. Ну и, соответственно, будем везде провоцировать те или иные конфликты. Но очень странная позиция насчет переговоров у людей, которые, ну вот как-то еще раз подчеркиваю, достаточно так по-детски, что ли, наивно смотрят на слово переговоры. Ну а реакция в Российской Федерации на новости из Украины, она всегда вызывает даже какую-то легкую хмылку, особенно если читать то, что Медведев пишет. Так вот, там он был одним из первых, которые отреагировали на следующую новость. Президент Украины Владимир Зеленский поручил властям разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, которые проживают на исторических населенных или землях, или на территориях нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации. Михаил Михайлович, помогите разобраться, как это может работать на практике. Давайте начнем с того, что есть хороший совет. Никогда не читайте людей с олигофреническим мышлением. Не тратьте время на таких, как Медведев. Он реально не разбирается в современном мире и не понимает, что говорит, зачем говорит. Он такой, знаете, надутый персонажик трусливого плана. Они всегда такие, да, выглядят такой, знаете, карапузик, который бегает и всем угрожает. Но как только ты подойдешь к нему, он сразу растекается лужей страха. Вот это Медведев. Поэтому не тратьте на это время. Это первое. Второе. Что касается, абсолютно президент очень четко и внятно говорит о следующем. То, что всегда, знаете, стыдливо отворачивались, от чего всегда стыдливо отворачивались многие страны, это то, что Российская Федерация всегда проводит определенную антиэтническую политику по тем народам, которые населяют территорию России. Так или иначе населяют. То есть Российская империя всегда прирастала разными территориями. На этих территориях жили различные этнические группы. И сейчас в России живут на разных территориях, на автономных территориях различные этнические группы. И Россия всегда пытается это ассимилировать за счет депортации, внутренних перемещений, за счет сокращения прав каких-нибудь, будет за счет ограничения возможности местных элит влиять на что-то, за счет размыва культурной идентичности. То есть, когда людям, мы теперь говорим, например, об местах автономного проживания украинцев, когда им запрещается разговаривать, ну или прямо, или косвенно запрещается разговаривать на своем языке, готовить свой продукт культурный и так далее, и тому подобное. Кстати, много убийств. Есть хороший фильм, вылетел у меня сейчас из головы, в 92-м году, по-моему, он еще вышел. Это все, что касается Краснодарского края, как там в течение, сразу после военного времени, в течение длительного времени относились к украинцам, к этническим украинцам, которые там проживали. То есть, Российская Федерация всегда использует на внутреннем рынке геноцидные практики. Знаете, третья составляющая, очень важная. Как только этот указ появляется, это, соответственно, нужно разработать комплекс мер, которые позволят информационно об этом на разных площадках говорить. И, соответственно, понятно, и тут дальше я перехожу к логистике, понятно, что если Россия проиграет, то защита этнических групп будет выглядеть на территории Российской Федерации совершенно иначе, потому что это будет одно из условий послевоенного урегулирования, да, то есть когда политическая ситуация в России изменится. И, тем не менее, президент правильно делает, что сегодня закладывает основы будущего послевоенного урегулирования на территории Российской Федерации. И, соответственно, вот этот комплекс мер позволит более интенсивно и более объемно говорить о проблематике этнических групп на территории России, о том, как права их нарушаются, фиксировать эти нарушения, ну и, соответственно, вместе с международными институтами работать по поводу того, чтобы все-таки вот эти права не нарушались. Еще раз подчеркну, смотрите, президент поднимает ту проблему, которую долгое время все делали вид, что не замечают, что Российская Федерация абсолютно конкретно геноцидна, еще раз подчеркну, в прямом смысле этого слова, нарушая практически все права и свободы, многих этнических групп ведет свою национальную политику на своей территории, в том числе в местах компактного проживания различных этнических групп, включая украинцев. Вот и все. То есть, соответственно, эта тема поднята, эта тема будет теперь дискутироваться, постепенно она будет обрастать подробностями, она будет иметь содержательную часть, будут фиксироваться нарушения на национальной почве прав и свобод тех или иных этнических групп и так далее и тому подобное. Безусловно, концептуально все это будет работать только в момент крушения путинской вертикали. В вертикали это еще лучше. Но, кстати, в этом есть даже свой особый смысл. Хотела уточнить, наверное, фильм, о котором вы говорили, это «Кубанские казаки», а уже 200 лет, когда герои фильма документального рассказывают, как они меняли фамилии из украинских на русские, как они русифицировались уже на этой территории. А там было несколько. Я потом поищу, может быть, в следующих программах расскажу. Было неплохо. Еще раз, кинематографисты в 92-м или 93-м году сняли очень отличный просто фильм о том, как, собственно, с этническими украинцами поступали на вот этих территориях. Я бы не сказал. Безусловно, мы, в отличие от России, с вами прекрасно понимаем, что есть 91-й год, когда, собственно, распался Советский Союз, когда были юридически зафиксированы границы, которые Россия, безусловно, попирает не только в Украине, но и в целом ряде других стран. Помним Грузию, с вами, да, помним там еще попытки претензий иметь к другим странам азиатским, бывшим советским, имеет претензии еще к целому ряду стран и так далее. То есть Российская Федерация всегда попирает эти... Мы с вами прекрасно понимаем, что есть территории, юридически оформленные в 91-м году, и, соответственно, но, тем не менее, это не отменяет того факта, что на многих территориях, которые принадлежат, например, к Российской Федерации, проживают этнические группы, права которых существенно ущемлены. Еще раз, очень важный параметр. Вот пытаясь заработать на России деньги и пытаясь ее втянуть, обнять и так далее, помните эту ошибочную концепцию, а давайте сделаем Россию партнером, бизнес-партнером, которая начинала развиваться в 97-м году, очень бурно, до 97-го года. Вы помните, да, что Россию пытались поддерживать, как раз-таки насыщая ее там гуманитарной помощью, за что сегодня Россия спасибо, говорит, и Европе, и Соединенным Штатам. Мы с вами прекрасно это видим. Так вот, была допущена эта ошибка фундаментальная. На многие нарушения прав человека, такие существенные нарушения прав человека, закрывались глаза. Вот президент Украины пытается сказать миру, давайте-ка мы на это не закрывать глаза, потому что маленькое нарушение прав здесь, маленькое нарушение здесь. В целом это такой океан просто издевательств над людьми на территории Российской Федерации. Да. Михаил Михайлович, тем временем украинский президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, причем здесь, в Киеве, во время визита Туска сюда, в украинскую столицу. Среди прочего, Туск сделал заявление, согласно которому Польша присоединяется к декларации о гарантиях безопасности большой семерки, гарантиях безопасности для Украины. Как вы считаете, насколько или каким образом это отражается на ситуации в сфере безопасности для Украины? Тут основное опасение вызывает именно слово «декларация», некое объявление о намерениях, скорее, чем конкретные гарантии. Ну уж, поверьте мне, кто-кто, а Польша, Варшава прекрасно знают те риски, если Украина эту войну не выигрывает. Какие риски будут захватывать, что ли, умы и воображение польских интеллектуалов, польских представителей, вернее, представителей польского правительства и так далее. И как с этими рисками надо будет работать, они прекрасно понимают. Поэтому для них как раз-таки все не декларативно. Для Польши, вы знаете, во-первых, для меня очень важно, что вот в моменты таких тяжелейших испытаний, тяжелейших кризисов действительно формируется у другого типа и другого уровня отношений, двухсторонние. То есть у нас же с вами есть прекрасное понимание о том, что исторически сложные отношения между Украиной и Польшей всегда были. И, соответственно, вот именно сегодня в этот кризис эти отношения, на мой взгляд, полностью пересмотрены, и они действительно другого уровня, другого порядка. Это первая составляющая. То есть эти отношения гораздо более глубокие, более доверительные и более важные с исторической точки зрения. С другой стороны, еще раз подчеркиваю, Польша прекрасно понимает все риски, которые генерирует Россия. И для Польши эти риски намного выше, чем может быть для стран Центральной Европы. И, соответственно, вот эти два фактора, они точно убивают слово декларация, декларативность. Польша понимает прекрасно, что декларации декларациями, можно подписывать любые бумаги. Но что важно? Важно, во-первых, зафиксировать свое участие в поддержке Украины. А вы помните, Вильнюсская декларация как раз-таки четко говорит о том, что нам нужно. Нам нужно юридически зафиксировать форматы долгосрочной военной помощи. В том числе зафиксировать форматы совместных инвестиций военной производства. Не важно, на территории Украины, на территории Польши. И та, и та территории важны. Важно также прописать многолетнюю программу совместного развития и военных поставок, и военного производства. То есть все это должно быть четко разбито по этапам, четко разбито по финансовым возможностям. И зафиксировано не на месяц-два, а на долгий период времени. Почему? Потому что это позволит планировать в том числе и польскому бюджету финансовые программы военной помощи Украине. И, конечно же, на мой взгляд, Польша сегодня очень активно ведет работу по переоснащению собственной армии. Наращивает объемы армии, наращивает объемы военной техники, которая закупается. Ну вот, соответственно, конечно же, будет неплохо, если вот эти конкретные вещи, касающиеся производства и поставок оружия, будут юридически зафиксированы в двухсторонних договорах о гарантиях безопасности между Украиной и Польшей. Михаил Михайлович, спасибо большое. Спасибо, что разъяснили ситуацию, услышали ваше видение происходящего. За это тоже благодарим. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.